Часто спрашивают, в чём смысл жизни? Что такое смысл жизни вообще? Есть вопросы, на которые так и кажется, что очень трудно найти ответ. На самом деле это не совсем так. Смысл жизни – это, собственно говоря, семантика. Некий текст, который мы своей жизнью производим. Смысл жизни – это то, что мы можем выразить. А стало быть, смысл жизни и слово «самовыражение» в сущности синонимы. Русский философ Николай Бердяев в знаменитой своей книге «Смысл творчества» когда-то достаточно ясно определил, что же такое смысл человеческой жизни. Это повторение деяния Божьего. Создание собственного мира. Бог создал этот мир, дал толчок к первичному взрыву. Или так, как вам угодно воспринимать слово «Бог». Мы ещё вспомним о нём. И каждый человек, хочет он этого или не хочет, создаёт свой мир. Мы с вами делаем это неминуемо, поскольку это и есть смысл жизни. Даже самые незадумывающиеся об этой проблеме люди всё равно видят его, ну, например, в своей квартире. Всё равно мера бардака у нас у каждого своя, мера порядка тоже. Картинки на стенах разные. И создавая своё жилище, мы из разных обломков внешнего мира создаём свой собственный мир. Хороший или плохой. Смысл жизни – это то, в чём и где я хочу выразить себя, оставить текст, оставить сообщение этому миру. И так, как смысл жизни – это текст, а язык мы не впитываем с молоком матери, мы ему учимся. То смысл жизни нужно учиться. Этот смысл нужно искать. И это достаточно сложное усилие, потому что человек двойственен вообще. И суть проблемы заключается в том, что мы всегда пытаемся искать свой индивидуальный и неповторимый смысл жизни. И одновременно пытаемся подражать. То есть, соответствовать смыслам жизни окружающих нас людей, общества, культуры. Как правило, мы теряемся в этих общественных смыслах и никак не можем выделить свой собственный, уникальный. И снова смысл жизни и самовыражение. Это одно и то же. Только самовыражение – это не очень эгоцентрическая вещь, потому что на самом деле выражать себя мы можем только для других, или учитывая мнение других, и никаких иных возможностей у нас с вами нет. Нельзя выразить себя и не показать это другому, потому что смысл будет потерян. Он останется внутри. Как искать смысл жизни? В общем, только одним способом. Разыскивая те локусы мира, те места, в которых нам хочется выразить себя. Эти места мира выражаются в нас не удовольствием, а радостью. Таким чувством конгруентности, тихого соответствия чего-то в этом мире мне самому. Я всегда говорю, что если вы потеряли смысл, надо выйти на его поиски в мир. Идите в путешествие, в музей, в картинную галерею, на выставку, чего-то, что вам интересно. Я это можно заметить. Очень часто брожу по всяким разным художественным выставкам, салонам, на московском вернисаже в Измайлова. Я разыскиваю вещи, которые мне нравятся, когда я теряю смысл. Я не всегда их приобретаю. Я просто хожу и пытаюсь почувствовать, к какой картине меня тянет в галерее. Какую штучку, какой предмет я хочу, с какой, около какой картины останавливаюсь, замирая в неподвижности. я во время этих своих путешествий никогда не задумываюсь о том, почему. Я просто запоминаю или записываю в записную книжечку, а потом на следующий день я пытаюсь понять, почему. Что хотела сказать мне эта картина, этот неожиданный предмет, и вот когда я записываю это сообщение от картины или от вещи, то сама эта запись уже является тем смыслом, к которому я стремлюсь. Если не получается с первого раза, это можно повторять и второй, и третий, и четвертый, так мы начинаем находить себя. Но без усилия, без ручки и без создания текста ничего из этого не получается. Я желаю вам удачи в поисках смысла. текста и текста